МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей о самых важных событиях Муравленка. Расскажем прямо сейчас. Призывная кампания продолжается. 60 юношей готовятся отправиться на службу. Аферисты в интернете. Мошенники продают лекарства под видом врачей. На Даянге до Победного в Муравленка прошло открытое первенство города под Хэквондо. В Муравленка продолжается призывная кампания. Новобранцы и их родители собрались в лицей на дне призывника. Подробности в сюжете Инны Юшиной. Александру Изотову 20 лет. В прошлом году окончил Муравленковский колледж, получив специальность электромонтера. Теперь успешно прошел медкомиссию. Противопоказаний к службе нет. А отличной физической форме способствовали годы занятия хоккеем. В армию я иду осознанно. Хотелось бы попасть в МВД, так как у меня дедушка служил в МВД. Я считаю, нужно в армию идти для того, чтобы у человека появилась у мужчины ответственность. И после армии большая возможность трудоустроиться. Как и любая мама, конечно, переживает. Но считаю, что сейчас армия довольно-таки спокойна. И год службы только на пользу. Я считаю, что каждый парень должен сходить и отдать долг родине. Больше всех в семье за призывника переживает младшая сестра. Ей всего шесть лет. Арина привыкла, что старший брат всегда рядом. Мне забота, чтобы он уходил. Если он уйдет, я полом с ним пойду. А мне готовить. На торжественный концерт, посвященный Дню призывника Александра и Арина, пришли вместе. Со сцены новобранцев, собравшихся в зале, поздравили творческие коллективы. С напутственными словами обратились представители духовенства и администрации города. Армия – это возможность в другой среде, не очень простой среде, мужского коллектива, где вырабатывается, может быть, незнакомое вам качество. Когда вы в закрытом пространстве, в одном коллективе, с применением дисциплины, строгости, порядка, пройдите эту школу, пройдите ее с честью, с достоинством. В призывной кампании 2017 года есть изменения. Студенты учреждений среднего профобразования теперь получают отсрочку на весь период обучения. Кроме того, теперь призывники смогут выбрать форму несения службы – срочную или контрактную. На сегодняшний день к отправке готовы 60 человек. География мест службы наших призывников широка. Это Центральный военный округ Балтика и Черноморский флот. Это будут сухопутные войска. Это будет, конечно, военно-морской флот, воздушно-космические силы, воздушно-десантные войска будут. В сухопутных войсках представлены будут такие родовые войска, как танковые, артиллерийские части связи, химические части. Перед отправкой войска юноши проходят углубленное медобследование и вакцинацию. Все новобранцы на призывном пункте получают банковские карты на базе платежной системы «Мир» и сим-карты с особым тарифом в рамках программы «Позвони маме». Первый эшелон отправится в войска уже 8 ноября. Инна Юшина, Владислав Дроботов, Новости Муравленка. Для получения прибыли мошенники не гнушаются никакими способами. На одном из сайтов мы обнаружили интервью с врачом, которого якобы уволили из Муравленковской больницы за то, что он выписывал пациента вместо дорогостоящих пустышек «Чудо-мазь» за копейки. Подробности в следующем сюжете. Врачебная мафия из Муравленка губит суставы пациентов. Так, на одном из интернет-сайтов начинается история врача, якобы уволенного за выписку бесплатных рецептов на «Чудо-крем». Причем, Муравленковскую больницу здесь именуют не иначе, как областной. «В этой статье абсолютно вымышленные имена, насколько я понимаю, поскольку в городской больнице города Муравленка такой доктор никогда не работал и в настоящее время его, естественно, нет. В округе тоже такого доктора с такой фамилией не существует. Ну, вообще, я считаю, что эта статья – это просто наглая реклама вот того препарата, который там в конечном итоге и рекомендуют покупать как панацею от всех болезней суставов». У сайта есть еще одна особенность. При смене местоположения на нем меняется и название населенного пункта. То есть, если верить порталу, врачебная мафия существует в каждом российском городе. Смысл этого сайта заключается в том, чтобы прорекламировать некие медицинские препараты, которые к таковым не относятся. И, как правило, чтобы сложнее было найти автора вот этих сайтов, местоположение определяется по адресу устройства в сети. То есть, когда вы находитесь в городе Муравленко, ваш провайдер показывает, что ваша геолокация находится в городе Муравленко. Мы решили проверить, соответствует ли действительности предложение абсолютно бесплатно приобрести чудо-крем. На сайте оставили свои контактные данные. Звонок продавца прозвучал через несколько минут. Вам понадобится 5 упаковок картропанта и 2 упаковки со старат, из которых из 7 вы 4 получаете бесплатно, а 3 вы оплачиваете. Стоимость данного курса это 4950 рублей. Еще за 4000 менеджер предложил закрепляющий курс лечения. В итоге бесплатное предложение превратилось в 9000 рублей. Я думаю, что бесплатный сыр, он как всегда только в мышеловке. Я рекомендую нашим жителям не обращать внимание на такие сайты и избегать их. За клевету на врачей, которая используется в качестве рекламы препарата, руководство больницы вправе обратиться в правоохранительные органы. Заявление готовы рассмотреть. Возможно, да, если вдруг органы правоохраны установят, что данная информация является недостоверной, но поскольку эта информация размещена в сети интернет, фактически это является публичным распространением недостоверной информации, поэтому возможна квалификация по части 2 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку данное уголовное наказуемое деяние, оно относится к виду публичных. Если правоохранительным органам удастся установить владельца сайта, ему может грозить крупный штраф или исправительные работы. Эрнест Бавшин, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. В дни осенних каникул на Ямале началась профилактическая операция «Внимание, дети!». Согласно статистике, увеличение числа ДТП с участием несовершеннолетних приходится на периоды школьных каникул. Особенно осенью, когда наблюдается резкое ухудшение погодных условий. С начала текущего года на дорогах округа в ДТП погибли двое детей, 40 получили травмы. У Муравленко в авариях пострадали шесть несовершеннолетних. Сотрудниками ГАИ составлено 1200 карточек нарушений ПДД на малолетних участников дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции будут пройти дополнительные лекции, беседы, тематические уроки, в учебно-образовательных учреждениях, в спортивных комплексах, где совместно с педагогами для детей будет доводиться необходимость соблюдения правил дорожного движения. Не останется без внимания и родительские собрания, где родителям будет доводиться необходимость использования светодорожающих элементов в темное время суток, а также использование удерживающих устройств при перевозке детей. Добавлю, что особое внимание будет уделено патрулированию уличнодорожной сети в местах массового пребывания подростков и детей. Акция продлится до 13 ноября. Систематические мигания света сокращают срок службы бытовых приборов и электроники. Почему это происходит и как защитить технику, узнала Татьяна Козырь. В наш город электроэнергия поступает от Сургутской гидроэлектростанции через ноябрьские сети. Поставщиком продукта является Тюменская энергосбытовая компания. Филиал региональная сетевая компания «Ямала» ранее МПГС отвечает за содержание и ремонт электрооборудования. Мы выполнили модернизацию и реконструкцию подстанции «Константиновская». Значит, это центр питания нашего города. Мы заменили там семь масляных выключателей на современные вакуумные выключатели. Подготовлены к зиме 350 километров кабельных и воздушных линий, 99 трансформаторных подстанций. Морозов бояться не стоит, уверяют энергетики. Паспорт готовности к зиме филиал получил. Откуда тогда берутся скачки напряжения? Ноябрьский регион, он связан воедино. То есть это огромная большая паутина электрических сетей. И вот любое отключение линий электропередач где-то на каком-то участке, оно растекается по всей сети и дотекает как детские сады и предприятия, так и потребители электроэнергии, такие как квартиросъемщики. Причиной для провала в электроэнергии могут стать и механические повреждения сетей, а также последствия природных явлений. Современная бытовая техника защищена производителем от возможных колебаний в сети. Например, в стиральных машинах встроена функция автоматического отключения. А вот электроника от внезапного импульса может выйти из строя. Есть, допустим, дом, есть в нем соседи, которые там где-то кто-то включил стиральную машину, кто-то там перфоратором в стенку стучится. Когда это все выключается, с сети происходит небольшой скачок напряжения. Мы, конечно, этого не замечаем, но техника на это все-таки реагирует. В домашних условиях защитить технику от мигания электричества поможет самый обычный сетевой фильтр. Тут в этом блоке встроенная микросхема, которая сглаживает все эти скачки. Если же скачок идет уже сильно большой, сильно высокий, то в нем срабатывает предохранитель и он подключается. При покупке сетевого фильтра важно знать, что сумма мощности всех электроприборов, которые будут подключены к нему, должна совпадать с показаниями, указанными на корпусе прибора. Для более сложной электроники может потребоваться установка стабилизатора напряжения и устройства бесперебойного питания. Татьяна Козырь, Владислав Дроботов, Новости Муравленко. Атмосфера творчества. Квартирник без квартиры, теплота. Вновь собрал любителей поэзии и хорошей музыки, рассказывает Оксана Шосток. Приглушенный свет, ароматы чая и сладостей. Хорошие люди и теплая атмосфера. В библиотеке вновь квартирник. Хотя на первый взгляд и не скажешь, что это читальный зал. О нем напоминают лишь книжные стеллажи. Я вообще за эксперименты, за такой процесс творческий, чтобы он был очень гармоничным. И поэтому, что будет происходить сегодня, я не знаю. Что получится, посмотрим. Я думаю, когда столько творческих людей собрались вместе, плохо получится не может. Все согласно теплым традициям квартирника. Гармония в общении и стихах. Марину Цветаеву нынче читали. 2017 год для поклонников творчества поэтессы юбилейный. 125 лет со дня ее рождения. Марина Цветаева. Заповеди не блюла, не ходила к причастию. Видно, пока надо мной не пропоют литье, буду грешить. Как грешу, как грешила. Квартирник теплота раскрывает знакомых людей с совершенно неожиданной стороны. Лицеистка Алина Бушуева не только прекрасно танцует, но и великолепно читает стихи. Я должна сказать, что никогда специально не заучиваю стихи. А те, которые сами западают в душу, оставляют отпечаток. Я их прочувствовала. И поэтому могу впадать, наверное, с такими эмоциями. Порадовал и Дмитрий Ларионов. Молодой человек не первый раз на квартирнике. Сегодня вновь со своими философскими произведениями. Почему мы ничтожно подходим к выбору своего будущего? Уничтожаем только чему шли годы и больше. Непроизвольно выбираю руки тех людей, чьи взгляды вас и меня не видят. О творчестве личном и возвышенном. Читают, поют, обсуждают. Рамок нет, но все в пределах приличного. Публика поколения 80-х, 90-х и 2000-х читает стихи Цветаевой. Наизусть с листочков и гаджетов. Ключевое слово читает, собираясь вот так вместе. В теплом библиотечном квартирнике. Ты, меня любивший дольше времени, десницы взмах. Ты меня не любишь больше. Истина в пяти словах. Оксана Шосток, Владислав Дроботов. Новости Муравленко. Театральный коллектив «Ступеньки» стал лауреатом первой степени окружного фестиваля любительских театральных коллективов «Ямальская рампа». Он прошел в Губкинском. В фестивале приняли участие непрофессиональные театры из восьми муниципальных образований. Лауреатами третьей степени также стали артисты Муравленковской студии «Луч» и театра «Балаганчик», который получил грамоту и за лучший актерский состав. Приз за лучшую женскую роль достался Софья Неринц. Муравленковский тяжеловес Александр Маслов выиграл турнир по смешанным боевым единоборствам ММА на приз губернатора Ямала. В зрелищных поединках приняли участие 18 бойцов из четырех стран мира. Самым ярким стал поединок между украинцем Юрием Проценко и одним из лучших ямальских бойцов Александром Масловым. С первых секунд боя украинец попытался вплотную приблизиться к ямальцу и взять его в хватку. Но Александр сумел увернуться, пошел в атаку и на 54-й секунде точным ударом в голову отправил соперникам нокаут. Бой не продлился и минуты, и завершился победой ямальца. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин вручил Александру Маслову кубок и поблагодарил всех участников турнира за красивые бои и уважение друг к другу. Победы чуть менее громкие, но не менее заслуженные. В городе прошло открытое первенство города по художественной гимнастике. На ковер вышли воспитанницы отделения спортивной школы. Это первые соревнования после летних каникул. Тем не менее, судейская коллегия строго следила за техникой исполнения программ каждой гимнастки. Кто поднялся на пьедестал почета, расскажет Ирина Бугрин. Открытое первенство города по художественной гимнастике – старт нового спортивного сезона. После летних каникул спортсменки снова готовы выйти на ковер. Выступают с полной отдачей. Ошибок быть не должно. Малейшие недочеты – это штрафные баллы. Как судья, как тренер, я больше смотрю, наверное, не на успехи, а на ошибки. Чтобы посмотреть то, над чем нужно работать дальше, чтобы подготовиться к первенству. Конечно, это были потери, конечно, это что-то недоделано, где-то нужно почистить программу. Многие не справились с тем, что у некоторых девчонок новая программа, новые упражнения. И еще они далеко не отработаны для того, чтобы участвовать в следующих соревнованиях. Показать свои умения и получить оценку судей рискнули 80 участниц от 5 до 17 лет. У опытных гимнасток в ход идут обручи, мячи, булавы и ленты. Самые юные выступают без предмета и волнуются больше всех. Я сегодня выступала без предмета, делала шпагат, равновесие. Мне было очень страшно, но я старалась. Внимание юных участниц приковано к выступлениям старших спортсменок. Анна Прокопчук, бесспорно, звезда муравленковской гимнастики. В этом виде спорта уже седьмой год. Анну знают далеко за пределами Ямала. В 2012-м юная грация участвовала во всероссийском турнире Алины Кабаевой. А недавно вернулась с открытого турнира Тюменской области серебряной медалью. В ее копилке около сотни наград. И каждый выход на ковер – это трепет и волнение. На этих соревнованиях у меня была новая программа. Было сложно, я тренировалась. Я думала, у меня все получилось. Художественная гимнастика – это не только гибкость и артистизм спортсменок, но еще и неподдельные эмоции. Это слезы разочарований после совершенной ошибки. Возгласы восхищения во время выполнения технически сложных элементов программы. Безусловно, неоценимую поддержку спортсменкам оказывают самые главные болельщики девушек – родители. Дочка участвует у меня в возрастной категории 2009 года. В общем, приходим мы за нее болеть каждый раз. Всегда переживаем, всегда волнуемся. Но надеемся, что сегодня нам повезет. Несмотря на страх и волнение, участницы отработали свои программы достойно. Соревнования определили 31 призера. На высшую ступень передестала почета поднялись 10 девушек-медалисток. Все спортсменки-участницы отмечены грамотами. На отдых времени нет. Уже в начале декабря им предстоит снова выйти на ковер. В Муравленко пройдет первенство Ямала, где за медали будут бороться лучшие гимнастки региона. Ирина Бугрим, Сергей Шалафан. Новости Муравленко. В Муравленко прошло открытое первенство города под Хэквондо. Этот вид единоборств набирает популярность. И с каждым годом количество участников соревнований только увеличивается. В этот раз турнир собрал почти 90 участников. Они показали навыки в комплексе упражнений, имитирующих настоящий поединок. На Даянг вышли опытные спортсмены и новички, в том числе и девушки. В этом году у нас наплыв, можно сказать, девочек. Если так взять, что бои девочек намного красивее, насыщеннее, чем мальчиков. Ну, я думаю, что популярность просто растет. И девочки хотят показать, что они не хуже мальчиков. Выступали спортсмены в 12 возрастных группах. Турнир определил 57 призеров. Медали высшей пробы завоевали 19 человек. Тем, кто не занял призовых мест, судьи советуют проанализировать причины своего поражения и еще с большим усердием продолжать тренировки. Далее смотрите в нашем эфире программу Актуальное интервью.